Land Rover может сколько угодно называть новый Defender эффективным инструментом для покорения бездорожья, однако по факту большая часть машин будет вести свое существование внутри мегаполисов, так что появление пятилитровой компромиссной восьмерки явление абсолютно закономерное. Для справки, 500-сильный мотор, с которым спарен 8-диапазонный автомат, хорошо знаком по рейндж-роверам. С таким табуном под капотом внедорожник научился выстреливать до сотни плюс-минус за 5 секунд. Притом, под такую динамику инженерам пришлось усилить тормоза, а чтобы машина ехала не только прямо, так же доработать подвеску. Вдобавок, внедрение мощного движка принесло имитацию активного заднего дифференциала, когда тормозные механизмы подправляют вектор тяги. Кроме того, у ездовой электроники появился дополнительный режим. В продажу одновременно пойдут трех- и пятидверные версии. И хотя британцы предпочитают замалчивать имена главных конкурентов, все прекрасно понимают – восьмицилиндровый ДЭФ – симметричный ответ новому гелику. А раз так, то не будем удивляться и ценам. В Великобритании Defender V8 оказался более чем в два раза дороже базовой версии с трехлитровым дизелем. Некоторое время назад испанский Seat решил продавать свои самые горячие модели под отдельной маркой Cupra. А затем новому бренду даже позволили заиметь абсолютно уникальную машину – кроссовер Farmenter. Актуальным поводом вспомнить об испанском автопроме стала новая версия упомянутого Farmenter с пятицилиндровым турбомотором из гаммы Audi. К нему прилагается семиступенчатый преселективный робот и система полного привода. Разгон до сотни занимает около четырех секунд, тогда как трехсотсильная четырехгоршковая модификация тратит на спринт почти на секунду дольше. Максимальная скорость традиционно ограничена отметкой 250 км в час. А еще модификация VZ5 имеет перенастроенную адаптивную подвеску, уменьшенный дорожный просвет и усиленные передние тормоза. Зато декор получился скромным – это оригинальные патрубки выпуска да ковшеобразные кресла. Подчеркнуть эксклюзивность новинки должен небольшой тираж – 7000 экземпляров по цене 58000 евро. Это на 10% меньше, чем просят за родственный Audi Q3 RS, хотя ради соблюдения субординации RS-ка немного мощнее.